Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла к Коринфянам. Сегодня мы с вами читаем и слышим за богослужением 12 главу Второго Послания к Коринфянам, стихи с 10 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает пред прочими церквями? Разве только, что я сам не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали? Ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе. И все это, возлюбленные, к вашему назиданию. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение второго послания святого апостола Павла Коринфином. И сегодня апостол Павел опять защищается от нападков его противников. Он вынужден защищать свое апостольство. И вот что он пишет. «Посему я благодушевствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Действительно, Господь говорит, в немощах сила моя совершается. И вот эта антиномия, этот, если угодно, оксюморон, сила в немощи, она присуща христианству. Действительно, мы прославляем своих мучеников как победителей, но для внешнего мира это просто жертвы режима. Они никакие не победители. А для нас, христиан, это свидетели веры в воскресение Господа Иисуса Христа. Это победители. Итак, апостол Павел показывает контраст между своими противниками и между ним самим. Действительно, его противники, они всячески себя позиционировали, они себя предлагали как некий товар, как некую услугу и выставляли себя в более выгодном свете, как неких таких героев, неких славных людей с мистическим опытом, с прекрасной речью, с хорошими манерами. То есть это была хорошая картинка. Но апостол Павел говорит, показывая свою жизнь на контрасте с их жизнью, точнее, с их позиционированием, что он благодушевствует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. То есть его сила не в той внешней славе, которую пытаются показать его противники, говоря о своей славе. Апостол Павел говорит, что моя слава – это мои немощи, это то, что я претерпеваю за Христа, и мне не стыдно, ибо в этом моя сила. Они хвалятся внешним, я же хвалюсь внутренним, своей силой, которая совершается во внешних притеснениях. Я притесняем отовсюду. И вот он говорит, я дошел до неразумия, хвалясь, но это вы к всему меня принудили. Действительно, апостол Павел вынужден хвалиться, но он говорит, это вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Действительно, апостолу Павлу, скажем так, инкриминировали, что он не похож на других апостолов, что он не ведет себя так, как они. Но и то, они слышали, коринфяне слышали рассказы о других высших апостолах в пересказе, скажем так, клеветников апостола Павла. Итак, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Действительно, апостол Павел совершал чудеса и засвидетельствовал свое апостольство силами, и терпением, и знамениями. «Ибо чего вас не достает перед прочими церквями?» спрашивает апостол Павел. «Что у вас нет такого, что есть у других? В чем меня обвиняют лжеапостолы и вот эти мои противники?» Говорит, у вас все есть, но одного нету. Я, разве только что я сам, я не был вам в тягость. Я не отягощаю вас, не возлагаю на вас бремя самого себя. Вы не думайте о том, где я сплю, где я ем, на что живу. Я предлагаю вам только лишь чистое учение, чистую веру. И не думайте обо мне, думайте только о Христе. Я не отягощаю вас. Действительно, это серьезное различие между апостолами. Но это, конечно же, ирония в словах апостола Павла. И он говорит дальше, «Простите мне такую вину. Простите, что я не был вам в тягость, как становится в тягость вам прежде всего лжеапостолы, требуя от вас особого к ним отношения, пожертвования и так далее. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Ищу не ваших кошельков, не ваших знаний и умений. Ищу души ваши для Бога, не для себя. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Что и делает апостол Павел, указывая вновь, что он родил их во Христе. Он есть отец коринфян по духу. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Даже несмотря на то, что вы меня не так любите, как я вас, я буду истощать себя ради вас, говорит апостол. Но положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Да, может быть, я как-то сам лично, не в общине, но с отдельных людей, лукавством и хитростью что-то дополучал. Но посмотрите на других, которые приходили к вам. Поступали ли они с каким-то лукавством и искали ли они своего? Нет, говорит апостол Павел. Я посылал к вам своих сотрудников, и они жили и поступали точно так же, как и я. И не искали своего, но искали вас. Не думайте ли еще, что мы только оправдываемся пред вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это возлюблено к вашему назиданию. Итак, апостол Павел ищет не какой-то внешней славы, не ищет особого отношения к себе. Он хочет лишь только того, чтобы Христос был центром жизни коринфян и вынужден защищать апостольский авторитет в силу того, что именно этим авторитетом и именно своим апостольством он имеет ту силу и ту власть, которую он засвидетельствовал знамениями, чудесами в общине коринфян. И он не позволит никому посягать на этот авторитет. Не потому, что этот авторитет его, и он из своей личной гордости и корысти защищает себя, а потому, что, попирая апостольство Павла, попирается воля Божия. И он стремится показать это, что все, что он не делает, он говорит и делает пред Богом прежде всего. К чему? К назиданию общины. Будем и мы, дорогие братья и сестры, стремиться жить, как будто мы живем в присутствии Божием. И поступать только лишь к назиданию, а не к удовлетворению своих личных амбиций, своих талантов, своих стремлений. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я бы взялся в великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok